Я рассказывала несколько раз о том, что у меня была проблема с квартирой, там был огромный долг, и на конференции, которая была весной, Бог мне проговорил, что цена уже заплачена и долг покрытый. Но я просто ждала, как это будет в измерении в этом. И недавно, что Бог сейчас делает, во-первых, он снимает некоторые долги вообще, просто снимает. И второй момент, в этом месяце мы смогли, ну, мы очень долго не могли это сделать, за два дня мы переоформили официально квартиру, ну, на лицевой счет, и причем уже мы сделали там, разделили на всех, кто, ну, в общем, все честно, все правильно. Теперь осталось просто продать и купить новое, так что вот так вот. Богу спасибо. И второе, маленькое, да, поменьше, чем это, у меня на носу что-то вот было, ну, непонятное, оно было очень долго, уже два года. Я молилась, я верила, что Бог дает исцеление, и я не принимала ничего, и, ну, оно как-то не проходило, и я обращалась уже к врачам, и меня послали туда, где онкозаболевание. Я пришла туда на прием, и я сижу и понимаю, что я здесь делаю. Я не хочу это вообще принимать. Я развернулась и ушла. Но я не стала это все делать, и просто, ну, вот я жду исцеления, я верю, что оно уже есть. И вот, ну, я уже, я уже в это поверила, и все, уже было четко, оно уже уходило. Почему-то оно опять начало, было, развивалось. Ну, такая на носу растет непонятное что-то. И оно так меня недели давило, что такая вот, знаете, апатия пришла вот на такое вот что-то вот нехорошее. Разочарование чуть-чуть такое было уже, и, ну, вообще, ну, как-то нехорошо все. И я пришла в четверг на молитву, и после молитвы пастера заметили, что на улице что-то не так, помолились. И, ну, я верю, что исцеление все равно есть, и оно уже уходит. И больше того, я как возобновилась просто вот в нормальном состоянии, ну, вот, да, да, верю. Так что Богу спасибо. Привет, церковь. Долгий период не могла попасть на воскресное служение. Поэтому случилось за этот период много всего. Но хочу за свидетельство о самом главном. Это исцеление. Бог работает, ну, с моим телом очень сильно в этом плане. Первое у меня были грыжи, были две. Когда смотрели врачи, они говорили, что эти грыжи, ну, одна уже совсем на последней стадии, одна больше, чем средняя, что мне грозит. Очень сильно серьезно, все плохо и все остальное. Я сказала, не принимаю, господь царь там ничего. И послали меня на МРТ. Ну, сказала, МРТ ничего не покажет, потому что господь царь там ничего нет. Просто не приняла. Пошла на МРТ, сделала. Сказали, что грыж нету по МРТ вообще. А когда я пришла, ну, к этим врачам они посмотрели, ну, тут какая-то начальная стадия. Ну, то, что они говорили до того и после того, я поняла, что им просто... Они хотели принять то, что их там нету, поэтому им надо было вот что-то, им надо было говорить. Ну, а второе, мои бывшие, мои пяточные бородавки, это было почти 9 лет, я боролась с ними очень, очень, очень. Я была на жидком азоте два раза. Короче, я делала все, что можно, потому что они были внутренние, наружную очень легко вывести, а внутренняя она вся внутри. Она только выворачивалась цветком, когда ее, ну, нагревал, намачивал. И что не делал, ее корень был в мясе, я до мяса выпекала, а в мясе оставался корень, и назад, получается, она возвращалась. И я начала молиться, Бог сказал мне, наверное, около года назад, что ты уже исцелена. Я свидетельствовала об этом здесь. И вот три недели назад, или две недели назад, ну, у меня, ну, постоянно молилась, молилась, молилась. Вот результат, гляну, есть, гляну, есть, пошла на ячейку, говорят, ты не молись больше, поблагодари Бога за исцеление, не молись больше, ты уже Богу достаточно отдал. Я перестала молиться. Приехали мы из села, начала купаться, не помню, на какой ноге было, мою одну ногу, нету, на второй, мою, нету, я в ванной холодной, воды нету, я в эту ванную сел, одну ногу, вторую нету. Говорю, Господь, слава тебе, ты верный, главное удержать, ты дал откровение, ты верен в своем слове, так что слава Богу, я теперь исцелена. Слава Богу. Слава Богу. Ну, я думала, это отопление, но мы открыли окно, как бы все нормально, и, ну, Господь, ну, понятно, против этого надо бороться, потому что, я понимаю, почему Господь это допускает, потому что долгое время я это, как бы, ну, пройдет там, да, значит, Божья воля, ну, как нас, ну, как бы, вот в таком плане. И сейчас Господь просто учит запрещать, связывать, изгонять и благодарить за исцеление, так что спасибо Богу. И желудок тоже на неделе очень сильно болел, то я так же, как бы, Господь просто Духом Святым подсказал, так что слава Иисусу, и обеспечение, само собой. Само собой. Я хочу сказать, сегодня, когда мы молились, такой запах елей пришел мне, и я не поняла, думаю, что это, может, духи какие-то, нет, четко елей. У меня последние три недели сердце очень беспокоило, и сейчас я вот совсем не чувствую, что какая-то боль была, хотя бы даже малейшая, и вообще ушло все. Слава Богу. Спасибо Господу, слава Ему. Спасибо. Тоже следствия об исцелении. Я ехала после ячейки домой, и тоже у меня очень разбился желудок. Я следствия тоже об исцелении, еще когда стала ближе к Богу подходить, у меня желудок практически перестал беспокоить вообще. То есть, как бы, раньше у меня гастрит был, ну, проблемы были. И просто молилась, я принимаю исцеление, все. Вопросов проблем не было. И ехала в пятницу, прям так прихватила, прям непонятно почему. Не мог бы, ну, то есть, как бы, зная, где могут произойти, от чего бы, то есть, ну, непонятно от чего. Вот, тоже, как бы, и я молилась, и, как бы, просто, как бы, не принимала. Вот, просто, как, такую вещь, нет, это не мое, не мое, то есть, просто спасибо Господу. Пошла домой, как бы, что-нибудь съела, и, ну, опять он не пускает. Ну, Господь, ну, это не мое, и все. И вот, и вот, и как-то просто отпустила его, просто говорю, это не мое, спасибо Господу за исцеление. И, слава Богу, в какой-то момент просто чувствую, вот, просто нет, вот, не спазм, ничего, просто не думаю, классно. И, что, слава Господу, да, просто, действительно, Господь учит, то есть, даже на каких-то вещах он просто учит, как правильно справляться. Слава Господу. Здрасте. Тоже хочу засвидетельствовать за исцелением, ну, это достаточно, не на этой неделе, ну, было, просто не засвидетельствовал. Вот, как-то начал заболевать, насморк, все дела, как всегда, осень, просто начал молиться, запрещать, причем, ну, так, не сказать, что прям в проломе стоял, нет, так, попросил Господи, это я ж, я ж, все ж, ну, цена ж заплачена, все, и буквально пару дней у меня еще этот насморк побыл, и все. А еще у меня есть такая штука, когда тоже начинает холодать, где-то там температура там поднялась, и у меня сразу выскакивает герпес, там раз в полгода, вот, да, и опять вот выскочил, я думаю, опять это на неделю затянулось, опять пол лица вот это вот, а потом как-то, да ну не, просто помолился, Господи, все, уже ранами Твоими исцелен, все уже, и вообще какая-то радость сразу, да ну не, и буквально, буквально он как на той стадии, в которую он вылез, и все, и он больше не развивался, и за ним буквально там за несколько дней он исчез, все, слава Богу. Когда-то я свидетельствовал о том, о исцелении фурункула, в общем, была такая тема, что у меня как-то систематически фурункулы появлялись, в общем, ну, потом я их лечил, ну, они как-то потом снова появлялись, ну, как какой-то такой хронический фурункулез непонятный. В общем, и, ну, вспомнил, когда я свидетельствовал, зашел только что в YouTube, думаю, как вспомнить об исцелении фурункула. Смотрю видео, заброшенное 11 месяцев назад. В общем, свидетельство в том, что с тех пор, когда я засуществовал, никогда у меня не появлялось больше фурункула. Так что слава Богу.